По последним данным, в Бресте с пневмониями в реанимации находится 49 человек, и все они не привиты. В случае болезни остаётся надеяться только на чудо, но все мы знаем, что повезёт не каждому. Чтобы изменить ситуацию, нужно перестать быть сторонним наблюдателем. А потому не стоит пренебрегать единственным средством, которое с высокой долей вероятности гарантирует защиту от тяжёлого течения болезни и смертельного исхода. Ни для кого не секрет, что сейчас наблюдается рост заболеваемости и, собственно говоря, очередная волна коронавирусной инфекции. Поэтому с целью профилактики, с целью предупреждения, с целью адекватного контроля за ростом заболеваемости, все поликлиники города, и мы в том числе, активно участвуем в выездных вакцинациях. Сегодня у нас в наличии ряд есть вакцин. Это, прежде всего, спутник ВИИ. Значит, спутник ВИИ как российского производства, пятидозовая вакцина, и спутник ВИИ белорусского производства. На этот раз для своей защиты и в качестве примера остальным прививаются на местах сотрудники Брестского городского исполнительного комитета. В арсенале медиков вакцина спутник ВИИ российского и белорусского производства, а также китайская Верацелл. Все они двухкомпонентные. Из новинок спутник Лайт. Для чего нацелен? Прежде всего, на какой контингент. Это студенты и сейчас активно призывная компания, то есть лица, которым не надо соблюдать этот 21-дневный срок и быстрее приступать либо к трудовой деятельности, учебной деятельности, либо в плане призыва. Послушала все мнения, решила привиться российским спутником ВИИ. Не знаю, пока ощущения. Чувствую себя хорошо. Надеюсь, что в дальнейшем тоже буду чувствовать себя хорошо. Конечно, очень удобно, потому что не надо ходить по поликлиникам, а на рабочем месте это гораздо удобнее. Надеюсь, что даже если я заболею, то это будет проходить в более легкой форме и не придется ложиться в больницу. В зоне особого риска учреждения образования, ведь эта волна намного коварнее. Участили случаи заражения детей и подростков. В средней школе номер 11, самой большой в нашем городе, педагоги на деле доказали, что заботятся о своем здоровье и здоровье учащихся. Клечико сегодня не мочить. Если поднимется температура, жаропонижающая клеточка будет. И вторая прививочка через 21 день. Медицинские работники третьей поликлиники привели в этот день 18 добровольцев. По моему скромному мнению, вакцинация населения от COVID-19 на данный момент дело не столько нужное, сколько необходимое. Потому что это шанс защититься от коварного вируса. И отказываться от вакцинации это то же самое, что знать, где выход и упорно не желать им воспользоваться. Воспользовались хорошей возможностью 12 человек из числа персонала территориального центра социального обслуживания населения Московского района. В сложной эпидемической обстановке сотрудники осознают, что здоровье и безопасность их воспитанников и без того находящихся в трудной жизненной ситуации во многом зависят от них. Прививки эти вот, они для этого и нужны, для того, чтобы обезопасить себя и окружающих. С момента того, как я привился, это с апреля месяца, у меня не было причин не доверять этой прививке. И я себя чувствую прекрасно и, слава богу, не болел. Уже сейчас эпидемическая ситуация крайне сложная. Поэтому необходимо помнить, что никто, кроме нас, не позаботится о нашем здоровье. И к этому неустанно призывают медики. Я призываю жителей города Бреста и Брестского района соблюдать все противоковидные мероприятия. Это масочный режим, дистанцирование, использование антисептиков, непосещение массовых мероприятий, скопление людей. Ну и все меры на объектах торговли, в транспорте, в том числе в маршрутных, такси, в такси. Все меры сегодня актуальны. Людмила Логодич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович, телекомпания Буктовая.